В Казахстане расширят гражданское участие в отправлении правосудия за счет расширения категории дел, рассматриваемых судами присяжных. Как мы помним, об этом буквально недавно говорил в своем обращении к соотечественникам Касымжумар Тукаев. Он подчеркнул, что сегодня присяжные могут выносить вердикты лишь по особо тяжким преступлениям. Тем временем в мире практика вынесения вердиктов так называемыми общественными судьями гораздо шире. И это сильно влияет на демократизацию правосудия в целом, считают специалисты. Они надеются, что на казахстанские суды это также повлияет позитивно. Наш коллега Вячеслав Витлогин выслушал доводы экспертов в этом вопросе. С 2020 года присяжные заседатели на востоке страны рассудили лишь 7 уголовных дел. Капля в море, говорящая о явном застое в деле демократизации судебной системы региона. Поэтому озвученную президентом страны инициативу о расширении категорий дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных, правоведы восприняли с особой надеждой. Если какое-то время назад придерживались системы того, чтобы в суд попадали только из суда, то есть секретари судов, проработав определенное время и так далее, то сейчас судебная система открыта. Но самое главное это быть хорошим специалистом. По мнению медиатора и магистра юриспруденции Оксаны Каленовой, судебная система встала на путь возрождения некогда утраченной казахстанцами веры в верховенство закона. Справедливые вердикты, вне зависимости от связи и положения в обществе, истцов и ответчиков, и гражданские судьи, так называемые коллегии судов присяжных, также созрели для рассмотрения резонансных процессов, в том числе и экономических преступлений. Нам всем свойственно делать оценки. Если нас несколько человек, то мы можем принять решение, которое будет справедливым. Такая ситуация наблюдается при рейдерских захватах предприятия. Поэтому по экономическим спорам, к примеру, здесь, я считаю, необходимо ввести, возможно, или желательно ввести рассмотрение дела судом присяжных, для того, чтобы действительно выносилось справедливое решение. Впрочем, взвешенный и справедливый вердикт способны выносить не все присяжные заседатели, а лишь образованные и с достаточным жизненным опытом за плечами, считает правозащитник Алексей Башков. Поэтому просто необходим скрупулезный подбор кандидатов в присяжные. Суды с участием присяжных – это, в принципе, актуально, потому что весь мир практикует такое. Но, с другой стороны, у меня к суду с участием присяжных двоякое отношение. Для начала общества необходимо научиться принимать нормы права такими, какие они есть. Например, взять хотя бы норму презумпции невиновности. У нас практикуется так, что если на кого-то навесили и рвык виновен, то общество воспринимает его как виновного человека. При всем этом кандидатов в коллегию судов присяжных сильно не хватает. И это тоже одна из проблем отечественного правосудия. Минимум присяжных присяжных заседателей должен быть 25 человек. А иногда у нас вот это количество не можем собрать в своем состоянии. Вот именно в этот момент представляет трудность. Присяжных зачастую выбирают по спискам, представленных акиматами. И эти списки часто устаревают. Потом из 40-50 кандидатов нужно выбрать кворум из 25 человек. Из этих 25 подбирают 12 присяжных. 10 основных и двое запасных. И вот эти самые 12 человек есть, по сути, вершители судеб. И чтобы вершить их, они должны быть безупречными во многом. Ведь вскоре перечень дел с их участием в стране расширят. А значит и зависеть от этих 12 человек будет намного больше. Вопрос в том, готова ли наша правосудие к подобной демократизации. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Итоги дня.